В этнопарке «Дружба народов» можно не только увидеть жилища народов мира, но и поиграть. Здесь прошел чемпионат по настольным играм. Разные виды соревнований развернулись в четырех национальных подворьях. Мы не просто предлагаем людям поиграть, а в каждом доме находится свой экскурсовод, который в рамках своей экскурсии встраивает в нее вот эту игру и рассказывает о традициях, кто в эту игру играл, в какое время года, как зародилась эта игра. В русском доме гостям предложили поиграть в бирюльки. Кстати, дословно это выражение означает «заниматься ерундой». Однако это занятие, как уверяют специалисты, очень полезное, ведь у человека в процессе игры развиваются ловкость, терпение и глазомер. Правила очень простые. У нас есть два крючочка и вот так беспорядочно много всяких разных фигурок. Два игрока, допустим, вы и я. Мы играем по очереди. Нужно крючком зацепить и положить каждый себе. Сначала я, потом вы по очереди. Если я задеваю соседнюю любую фигурку, то ход я пропускаю, дальше вы. Одна из древнейших игр кочевых народов – асык. По мнению ученых, она появилась на территории Казахстана еще в первом тысячелетии до нашей эры и тесно связана с животноводством. Для того, чтобы поиграть, не нужно сложной экипировки и особых условий. Главное – иметь при себе асык – косточку коленного сустава барана. Чем больше их, тем лучше для игрока. Предварительно косточки высушивают и окрашивают хной. Сперва раскидывают асыки, подкидывают один асык. Пока он летит, нужно на полу поймать еще один асык и тот, который летит наверху. То есть, получается, зрение раздваивается, и человек ловит и оттуда, и отсюда. До пяти, до шести асыков она должна поймать в итоге. Это очень такой, как называется, пилотаж для девчонок. Также на территории этнопарка «Дружба народов» регулярно проходят экскурсии. Расписание доступно на официальном сайте организации и в социальных сетях. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.